К другим темам. Уникальный фестиваль собрал восстание детей, родившихся при поддержке проекта Ансахан Саби. Эта государственная программа помогает женщинам обрести счастье материнства, используя метод ЭКО. К слову, за 4 года существования этой программы в Казахстане появились на свет более 7 тысяч детей. Со счастливыми семьями познакомился наш корреспондент Сергей Цель. Атмосфера веселья, счастливые улыбки родителей, громкие возгласы ребятни. Настоящий праздник проходит в одном из центров репродуктологии. Все посетители здесь участники госпрограммы, которая за несколько лет помогла тысячам казахстанцам стать родителями. Среди тех, кто пришел на праздник жизни, разные семьи. Чтобы стать родителями, эти люди проделали нелегкий путь. Анастасия Мухтахова пыталась стать матерью 12 лет. Сколько женщин мечтает, сколько семей мечтает обрести счастье, обрести детей, свою кровиночку. Это необходимые программы, конечно. Не у всех есть возможность за деньги сделать. Врач, который меня направлял, по анализам она мои смотрела, поэтому она меня в самый первый поток направила. В первую сотню, как она сказала, я вошла. Как говорит известный репродуктолог, человек, стоявший у истоков экстракорпорального оплодотворения в Казахстане, Салтанат Байхашкарова, за 4 года действия программы Ансахан Саби государство выделило более 20 тысяч квот. И почти каждая вторая участница проекта родила малыша. Полтора миллиона тенге на программу ЭКО вместе с препаратами, это многим недоступно. Поэтому именно вот эта программа президентская Ансахан Саби, она дает возможность быть доступным этой программе ЭКО для многих бездетных семей. Мамочки, участницы программы, считают, что не стоит опускать руки, когда не получается родить ребенка. Ведь даже с ЭКО нет стопроцентной гарантии, что все пройдет как надо. Многие годами ждут заветные две полоски. Упорно шли в своей мечте многие годы. Конечно, не с первой попытки, но не теряли надежду. Сильно надо верить и идти в мечте, не боясь хоть столько попыток 10, 11, 15. Праздник посетила даже министр здравоохранения. Она заявила, что Казахстан в направлении ЭКО занимает лидирующие позиции в странах Центральной Азии. В случае, когда бесплодие у нас уже установлено или есть прямые показания, то возможность получить направление на ЭКО и осчастливить себя и свою семью, появление нового ребенка, это очень большое достижение. Что касается количества квот, то ежегодно выделяют их порядка 7 тысяч. Министр уверен, что объема помощи пока достаточно, но при увеличении спроса они обязательно рассмотрят возможность выделить дополнительные квоты.